Каждый день 30 километров туда и 30 обратно. Но такой путь Надежду Кумарову не останавливает, потому что работа любимая. Действительно, как на праздник. И тут на этой работе я должна быть и психологом, и медсестрой, и все выслушать, и оказать не только свою помощь, которую я хочу, а решить проблемы, которые у больного есть, находясь около постели больного. Выслушиваешь все проблемы, всячески хочется их как-то решить, помочь им решить. Ну и, конечно, оказываешь свои профессиональные навыки в реабилитации. Профессия медсестры для Надежды Федоровны была предопределена с самого рождения. Отец-фронтовик вернулся домой с тяжелым ранением. Вот тогда-то все и решилось. И когда он вернулся с войны, и он нам говорил про свою жизнь, которую ему спасла простая медицинская сестра. Она на плаще вытащила его из-под обстрела под Курской дугой и подарили ему жизнь. Груда, пепла, развалины. И она ее вытащила на плаще. И когда я родилась у них третьим ребенком, он сказал, Надя у нас будет медичкой. О другой сфере Надежда уже и не думала. Успешно закончила школу, поступила в Тамбовское медицинское училище. Кстати, без экзаменов. Закончила. Устроилась в Маршанскую ЦРБ акушеркой. Далее детский сад, где работала медицинской сестрой. А окончив курсы, стала инструктором по лечебной физкультуре. В данном направлении трудится и сейчас в Маршанской ЦРБ. Благодаря опыту и знаниям возвращает людям веру и надежду. А если бы мой отец был жив, он гордился бы мной, как я гордилась им. Вы знаете, я когда собирала свою портфолио, я в конце даже написала стихи. Я рассказала вам все. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Нет лучше нашего физкабинета. И слов не хватит описать. Как много знаний с опытом дается, чтобы для людей добро творить, исполнить клятву Гиппократа и больным не навредить. Профессионализм в сфере медицины играет большую роль и в личной жизни Надежды Комаровой. Близким тоже оказывается квалифицированная, своевременная помощь. В своей жизни я не только спасла три жизни. Это жизнь своей дочери, жизнь еще одного ребенка в нашем и жизнь своего мужа. Представляете, я спасла близким своим. Сейчас на данный момент у меня мама парализованная, 86 лет. И благодаря моей профессии, правильному к ней подходу мы живем. Три инсульта мы живем, мы передвигаемся. И я ей, можно сказать, спасла жизнь тоже. В нашей области профессии медицинской сестры является одной из самых востребованных. С целью повышения ее престижа было решено организовать профессиональный конкурс, который в этом году прошел уже в пятый раз. В течение месяца более 70 медсестер и фельдшеров лечебных учреждений Тамбовской области доказывали свое профессиональное мастерство. В номинации «Лучшая медицинская сестра» приняла участие и Надежда Комарова. Человек, который участвует там, он не только показал результат своего труда, он показал всю свою жизнь в этом портфолио. Я вот лично показала все, что в моей жизни было, начиная со школьницами, начиная с медицинского училища, начиная с работы в роддоме. Всего номинаций было шесть. Самая многочисленная «Лучшая медицинская сестра», где первое место присудили инструктору по лечебной физкультуре Надежде Комаровой, которая представляла маршаловскую ЦРБ. Благодарственные письма, почетные грамоты. Наверняка бы своей надеждой отец сейчас гордился бы. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.